Есть несколько способов вывести экран телефона на компьютер, но только один из них правильный. Шутка, конечно, но просто самый простой из них, без проводов и танцев с бубнами, это воспользоваться встроенным функционалом Windows и сетью Wi-Fi. Начнем с настройка компьютера. Вам нужны параметры, система и проецировать на этот компьютер. Если у вас, как и у меня, такая возможность заблокирована, вам нужно добавить недостающий компонент. А называется он беспроводной дисплей. Отмечаем галочкой, говорим установить. Все, пол дела сделано. Теперь здесь выбираем доступно в защищенных сетях, запрос при каждом подключении, можно еще установить дополнительно пин-код, но мне кажется, что это лишнее. Я бы вам советовал после использования этой функции ее блокировать на всякий случай. Тем более, что это недолго. И здесь можно выбрать всегда или только когда компьютер подключен к питанию. Мелочь, но если не заработает, знайте, что причина может быть в этом. В принципе, все. Теперь отправляемся настраивать телефон. Вам нужно в верхнем меню найти кнопку трансляции. Если ее нет, то вот так вы настраиваете кнопки верхнего меню. Находите внизу, добавляете наверх. В трансляции нужно дать разрешение отслеживать местоположение. Автоматически это не делается, а делается через настройки трансляции вот здесь. Заходим в разрешение, местоположение и разрешить в любом режиме. Все. Возвращаемся в верхнее меню, запускаем трансляцию. Все включите, он ищет телевизор или ПК. А вот, нашел. Все, кликаем. На ПК придет запрос, что кто-то хочет подсоединиться к экрану. Соглашаемся и запускаем трансляцию с телефона. Он у меня не хочет одновременно записывать скринкаст и вести трансляцию, но там все просто. Вверху телефона появится маленький значок, при нажатии на который вы сможете эту трансляцию остановить. Второй вариант, когда вы пытаетесь подключиться, но ПК он тут не находит. Система мне непонятна, когда и с чем это связано, но зато известно лекарство. На ПК вы нажимаете на эту ссылку, запуск приложения подключения, и на мобильном тут же появится ваш компьютер. Вы его выбираете и также запускаете трансляцию. Ну то есть, если не работает первый вариант, используйте второй. Скринкаст у меня занял 3 минуты, настройка подключения займет у вас 2. Я искал эту фичу, когда мне нужно было записывать скринкаст про приложение, у которого стоит защита от записи скринкаста. Но этот способ блокировку не снимает. В таком случае нужно использовать USB, режимы отладки и приложения для ПК, например, SCRCPY. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжение следует...